Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. Новый руководитель республики Александр Боричалов отправился в первую рабочую поездку в резиновых сапогах и на вездеходе в поселок, о котором президенту страны рассказывали активисты Народного фронта. Из Симонихи репортаж Марины Баль. Вновь назначенный руководитель республики прибыл на Камский берег рано утром. Его ждал КамАЗ, в Симониху сейчас можно добраться только на вездеходе, и журналисты. Один из них на недавнем форуме Общероссийского народного фронта задал вопрос Владимиру Путину про несчастный поселок. Я вопрос задавал по поводу переселения всей страны, но надо было достаточно убедительно показать пример. И переживал за всю страну, но рассказал правильно, сделал. Мне важно, чтобы не только Народный фронт, мне важно, чтобы люди не молчали, а власть их слышала. У Александра Бричалова с собой резиновые сапоги и объявления. Первое назначение в новой команде. У нас, кстати, вам представлю, как раз с сегодняшнего утра глава администрации Сергей Витальевич Смирнов. В Камазе Александр Бричалов продолжает выяснять подробности нашумевшей истории Симонихи. Ему рассказывают о том, что в 60-е здесь была ремонтная станция для камских судов. И в поселке жило много людей. Был садик, школа, клуб. Но в 90-е предприятие закрылось, и Симониха начала умирать. Сейчас здесь прописано 109 человек. Фактически в 9 аварийных домах проживает 40. То есть закупаетесь перед тем, как ее царь идет? Да, да, да. Вот сейчас запасли, где не хватает, куда деваться. Семьи не могут проживать, с детьми особенно. Снимают квартиры в Сарафуле, в городе. А тут уже остались пенсионеры. Вот мне тоже до пенсии приходилось снимать 6 лет квартиру в городе, чтобы попадать на работу. Четверо живут в квартирах-то, а 10-ти квартирные. Крыши валятся, все разваливаются. А что разваливаются? Главное нам, чтобы дали квартиры в городе. Но чтобы дали квартиры, объясняет людям Александр Бричалов, как профессиональный юрист, нужно восстановить документы на жилье. Как это сделать, пенсионеры не знают. У многих они утеряны. Мы вам выделим юристов, чтобы не выискали там адвокатов и платили свои деньги. Мы вам выделим юристов, которые окажут максимальную помощь в сборе, подготовке документов. Под нашим же контролем документы отправятся в суд. Вот общественный контролер, который задавал вопрос Путина, вот он будет у меня здесь на контроле. Это первое. Идет? Второе. Это хлеб. Пока распутится и катерного сообщения по каме нет, Александр Бричалов обещает людям организовать подвоз продуктов. Тут же обменивается личными контактами с общественником. Ему поручен контроль за ценами. Алексей, я прошу тебя, когда мы это организуем. Я приеду. Нет. Ты мне сначала дашь цены и сориентируешь людей. Хорошо. И потом какие будут цены здесь. Чтобы ни на копейку там булка хлеба не была дороже. Хорошо. В совещании в Сарабольской администрации Александр Бричалов тоже начинает с насущного, призывая местных чиновников отнестись к проблеме по-человечески. Я сейчас никак вре у главы говорю. Блин, ну если там, простите, месяц без хлеба, В чем мы тут делаем? С этой же машиной отправить в машину хлеб, крупа, сахар, какие-то минимальные наборы. Я, скажите, куда я личные средства сдам? То есть это не вопрос. Мы с вами здесь сидим, не самые бедные люди. Я людям пообещал, это надо сделать. Министр внутренних дел предложил свою помощь. С этого дня за поселком закреплен отдельный участковый. С сегодняшнего дня, трижды в неделю, он будет в поселке. В одно и то же примерно время. У него есть внедорожник, у сельского участкового. Люди будут знать, что этот раз в неделю будет туда приезжать машина. Я уверен, что участковый сможет, если надо кому-то и хлеба привезти. Ну, как бы это ни звучало, может быть, мы не берем все на себя. Но пока вот так вот. Кого-то нужно будет добросить до той же Ершовки. Местные власти доложили. Если Симониху в паводок начнет топить, жители эвакуируют в комбарку. Временный пункт размещения готов. Решение по медицинскому обслуживанию жителей тоже нашлось. На следующей неделе к пенсионерам Симонихе приедет передвижной ФАП. Остался пока открытым вопрос, как будет доезжать скорая помощь. Мы сейчас посмотрим соглашение с МЧС. Включим туда этот пункт для доставки. Бригада скорой помощи на время разбудится туда. Из комбарки, безусловно. Потому что из Сарапова это нереально совершенно сделать. Новый руководитель республики сегодня предупредил. Пустых обещаний не будет. Но попросил немного времени. В должности он только три дня. Однако срок на то, чтобы разрулить ситуацию, взял небольшой. Две недели. Марина Бали, Андрей Бусыгин, телеканал «Майя Удмуртия». В ходе поездки Александр Бричалов побывал и на Камском мосту. После этого он подтвердил журналистам сроки официального открытия объекта 17 июля. Проект серьезный, сказал он, экономически важен для региона и страны в целом. И пока все идет в графике. Там есть глобальная, так сказать, может быть не проблема, вопрос по стоимости проекта в перспективе. Но я думаю, что мы в ближайшее время с главой ВДБ, Костином и с коллегами встретимся. И этот вопрос также обсудим. И к другим темам. Санитарные врачи предупреждают. Ситуация с природно-очаговыми инфекциями в этом сезоне будет крайне неблагоприятной. Первых пострадавших от укусов клещей врачи ждут уже на днях. Лаборатории будут открыты в рабочие дни, а с 1 мая начнут работать без выходных. Проверка клещей останется платной. В среднем стоимость анализа на энцефалит составит около 400 рублей. Комплексное обследование обойдется дороже. Если вы будете исследовать полностью комплекс по наличию возбудителя в клеще полностью ото всех клещевых инфекций, которые мы сейчас исследуем, это и клещевой бролиоз, это клещевой энцефалит, это ирлихиоз и анаплазмоз, то эта стоимость будет около 1300-1400 рублей. Администрация Ижевска заверила, в этом году от клещей обработают парки, скверы, а также школы и детские сады, расположенные вблизи лесных массивов. Всего почти 2000 гектаров. Первые обработки проведут, как только сойдет снег. Парламент республики инициирует запрет на публикацию материалов о суициде в СМИ, в том числе в интернет-изданиях. Депутаты сформулировали ряд поправок в федеральные законы. Основное требование дополнит существующие ограничения запретом на подробности о том, где, как и при каких обстоятельствах произошло самоубийство. Распространить требования предлагается и на публикации блогеров. По экспертным данным, число детских суицидов в России возросло на 28%. Интернет и соцсети сыграли в этом не последнюю роль. Подтвердило это и исследование республиканской психиатрической больницы. Все говорят, что в Мурте одна из первых. Мы не одни из первых, но тем не менее суицидов очень много в Мурской республике. Не столь много. Их всего много, но и детских тоже. В прошлом году 17 детских. Самоубийств было из почти 600. Авторы поправок предлагают наказывать нарушителей за публикации вплоть до лишения свободы сроком на два года. Свод законодательных инициатив в федеральный закон депутаты Госсовета рассмотрят на ближайшей сессии. Депрессия давай поговорим. Сегодня под таким девизом во всем мире отмечают День здоровья. В Удмуртии профосмотры и профбеседы решили провести с педагогами. Скрининг подтвердил. Профессия учителя одна из самых стрессовых. Елена Абуховская расскажет. На целый час этот учебный кабинет третиклассников превратился в настоящий медицинский центр. Школьные учителя пришли к медикам, чтобы узнать о своем здоровье, измеряют давление, сахар в крови и даже вес. Среди первых на прием к доктору Марина Ляпина, учитель начальных классов с 30-летним стажем, признается, к докторам обращается редко. А лучшей таблеткой считает активный образ жизни и хороший настрой. Мы постоянно находимся со стороны детей, со стороны родителей, администрации, вообще окружение. И поэтому надо стараться как-то выходить, тем более, когда большой стаж, происходит выгорание организма, конечно. Но ведем активный образ жизни, не поддаемся. В этом учебном году к педагогам-медике пришли уже второй раз. Профессия учителя считается одной из самых стрессовых. В подтверждение первые результаты скрининга. У большинства сегодняшних пациенток проблемы с давлением. Чаще всего это артериальное давление, но я не скажу, что это гипертония. Очень часто это функционального характера, вызванное просто нервным напряжением. Но, к сожалению, нашим учителям некогда заниматься собой. Стресс – это первая ступень депрессии, объясняют врачи. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ей страдают почти 300 миллионов человек. Худмуртские психотерапевты тоже провели свое мини-исследование. До 47% людей, которые обращаются на прием к участковому терапевту, имеют те или иные признаки депрессии. Из них 8% имеют клинически выраженные признаки депрессии, требующие вмешательства специалистов. А еще вмешательство специалистов нужно срочно, когда человека не радует ни весеннее солнце, ни добрые вести. Специалисты уверены, долгая хандра и плохое настроение – четкий сигнал для немедленного обращения к врачу. Елена Абуховская, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». У православных верующих сегодня началась самая строгая неделя Великого Поста. Ее называют Страстной Седмицей в память о последних проведенных днях Иисуса Христа на земле. Как правило, в эти дни верующие усиленно молятся, а во всех православных храмах проходят самые продолжительные церковные службы. Мы должны в эту неделю попаститься, вдуматься, вдуматься внутрь себя, еще раз проанализировать свое духовное состояние. Кто не исповедовался, исповедоваться, причаститься к святых христовых тайн, чтобы нам с чистой душой, с чистой совестью войти в этот прекрасный праздник Светлого Христового Воскресения. Страстная отличается самым строгим постом, а 16 апреля верующие будут отмечать Пасху. Ну а у меня на этом все. Еще больше информации на нашем сайте myodom.ru. Хорошего дня и до встречи.